Продолжение следует... 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 25-26-27 марта. У нас сейчас положение в Томпонском районе к улучшению идет в пандемии. Соответственно, мы, наверное, постараемся провести оффлайн. Сейчас как модно говорить. Все мероприятия. Уже составлена программа. Подготовлены пригласительные. И тоже пользуясь эфиром. Хотел бы соседние районы горно-таверной зоны тоже принять активное участие в этих мероприятиях, которые будут проводиться в Топоринах, потому что там слет будет проводиться в честь нашего легендального руководителя Гладкина Василия Михайловича в 19-летии. И там, соответственно, район, наследие, комиссия работает, готовится к этому мероприятию. Поэтому мы, думаю, проведем на хорошем должном уровне. Прокопий Романович, была информация, что государственную премию имени Василия Михайловича Гладкина в этом году получил оленевод из Тампонского района, из села Тополинова, Вениамин Григорьевич Баиш. Да. Очень приятное такое. Буквально 4 марта вышел указ главы Идархана, что вот такой знак государственной премии обручается Вениамину нашему легендарному бригадиру. Да, я был у него в оленеводческом стаде, олени прекрасные, одомашненные, буквально срок, так сказать, чувствуется, что бригадир улаживает очень много труда туда, чтобы оленеводческая стада их не было на первых рядах в Тампонском районе. Прокопий Романович, несмотря на то, что год 2020 выдался необычный и сложный, тем не менее, оленеводство, оленеводы работали в своем режиме. Они живут в тайге, в тундре, в горах, поэтому будем надеяться, что их не особо коснулась эта пандемия. Они работали в своем штатном режиме. По результатам 2020 года, какие показатели у нас в республике? Ну, 2020 год, вот если оленеводство прошел, сказать, в хорошем, таком позитивном плане, то, что вот пандемия была, мы круглые, ну, наши оленеводы вообще круглогодично, круглосуточно работают на своих местах, поэтому, в принципе, кто работает в оленеводческих стадах непосредственно, вот эта пандемия не коснулась. Ну, разве разные случаи были, когда человек когда в отпуск уходит, или куда-то заезжает, цепил, но таких летальных сходов или чего-то такого, чтобы оленеводство у нас не было. Поэтому у нас, в принципе, природно-климатические условия тоже благоприятные были. Литовка очень хорошо прошла, отелочная компания, и если сравнить с 2019 годом, качественные показатели по сохранению взрослых по голове оленей, деловой выход у нас к улучшению идет, динамика к улучшению идет. Это говорит о том, что все-таки наши оленеводческие хозяйства, наши оленеводческие бригады, бриганиры, оленеводы уже понимают то, что вот это надо субъективно технологии, выпасы оленей, соответственно, и получить хороший результат к концу года. Вообще, механизм поддержки отрасли оленеводства у нас уже работает четвертый год уже, и как бы наши хозяйства уже и главы районов уже поняли. Мы же этот механизм внедрили первыми, когда еще государственный комитет по делам Артики было, и мы полномочия передали поддержку именно на районный уровень, потому что министерство финансов только мы вырабатываем расчеты, заложиваем в бюджете республиканском, и, соответственно, деньги передаются на лусный уровень. Там вырабатывается порядок, там отбор проводится в районах, и они в виде проводят отбор, и хозяйство, у кого есть хороший показатель, вот этим хозяйством они помогают. Ну, как бы увеличением или уменьшением, потому что механизм идет на одну голову, соответственно, на одну линию. Соответственно, руководители поняли, одни воду поняли, если у них сохранность хорошая, увеличение по голове идет, соответственно, государственная поддержка увеличивается. Вот поэтому... И больше денег получат. И больше денег государственная поддержка получает. Правила очень хорошие, понятные, поэтому... Ну, первые годы, конечно, сложности были. Первый, второй год мы судились, потому что Если показатели, которые доведены, когда соглашение подписывается, мы же все равно приростом даем план работы, все равно приростом даем, и, соответственно, если не выполняется, то эти государственные поддержки даже возвратом идут. А если хозяйство не имеет возможности возвратом сделать, значит, соответственно, ответственность несет уже бюджет района. Соответственно, бюджет района, это глава, распределитель бюджета района, значит, он должен ввести свой районный бюджет, эти средства, республиканский бюджет. Соответственно, вот первые годы такие трения очень большие были. Ну, конечно, стимулировали, наказывая, да? Да, и, соответственно, ответственность поняли, главы района поняли эту ответственность. Все думали, что на поголовье, если дадим мы возрастную поддержку, то там переписки будут, увлечения будут. Но там очень много, мы первые годы, конечно, сами проверяли, министерство сельскохозяйства, комитет по Арктике, и счетная палата, и здесь надзорные органы все равно проверяют. И, соответственно, возвраты очень большие были первые годы. Но сейчас уже районы чувствуют, и они сами уже пересчет два раза корролизацию весеннюю, осеннюю проводят уже грамотно. Соответственно, такого резкого увлечения по голове нет, потому что реальные цифры уже идут. Поэтому в этом отношении вот то, что мы этот хороший пример дали, что район заинтересован населег и сами радиочные хозяйства, а именно заинтересованы итоги этой работы, вот это все-таки идет к улучшению по отрасли, я считаю. И этот пример уже сейчас министерство сельскохозяйства начинает применять уже по другим отраслям. Вот по крупному, по заготовке молока уже полномочия дает, министерство уже с этого года начинает полномочия давать уже районам тоже. Районы уже будут проводить эти все мероприятия, отборы проводить по хозяйствам. Они должны смотреть. На месте же видно, какое хозяйство, как работает. Соответственно, вот такие вот движения на уровне района полномочия передаются потихоньку. Прокупий Романович, буквально пять дней назад была информация о том, что финансирование в 2021 году, если говорить по оленеводству сегодня, увеличено на 5%. Это порядка 800 миллионов рублей будет в этом году освоено оленеводстве. Насколько вот эти 5% ощутимый прирост? Ну, дело в том, что вот этот механизм, да, вот этот механизм, что хорошо позволяет? Нам тоже, чиновникам, можно сказать, защищать параметры бюджета, соответственно. И Минфин сразу это принимает. Если мы на 1 января 2021 года по статистике имеем столько по голове линей, увеличение прошло, соответственно, мы уже корректировка прогноза надаем, что в течение на 1 января 2022 года у нас прирост линей будет столько-то. Соответственно, вот это все залаживается в бюджет района и бюджет республики. Соответственно, вот это повышение на 700 миллионов рублей. В прошлом году, например, было примерно 760, примерно на 40 миллионов рублей мы увеличиваем. Уже прогнозы увеличим. Но все равно в течение года вот это все уточняется. Уточняется и в конце года все равно уточнение идет по факту уже. Прогнозирование делают экономисты, которые не работали никогда в оленеводстве. И поэтому, насколько она оправдана, вот этот прогноз, который на год залаживается? Ну, механизм выработан, я считаю, что... Поэтому здесь не надо быть, наверное, специалистом узким профилем, чтобы высчитать это самое. Мы все-таки, в конце концов, управленцы, можно сказать, опытные люди. Я извиняюсь, конечно, не хотела ничего обидного сказать, но в том случае, что очень много и природных катаклизмов влияет, и погода, и волки, и все на свете. И хорошо было бы, конечно, этот прогноз получать к концу года, да? Насколько сейчас расхождение с прогнозом в 2020 году было, допустим? В 2020 году у нас расхождение было, я как уже рассказал, 760 миллионов мы заложили, да? Мы заложили, и мы в конце года все-таки возврат, ну, как бы, изъяли из хозяйств где-то на 16 миллионов рублей точно, если сказать. На 16 миллионов мы не до выполнения этого хозяйства, мы сняли с районов эти деньги. Но эти деньги мы впервые, нет, просто отдали обратно в исполнительный бюджет. Мы эту корректировку сделали, с Минфином отработали, и корректировку сделали, и, соответственно, на 16 миллионов мы дополнительные мероприятия провели уже, чисто по огневосу тоже. Хорошо. Спасибо, Прокопий Романович, уважаемые радиослушатели и телезрители. Мы уходим на небольшую рекламу. Напоминаю вас, что сегодня на студии заместитель министра сельского хозяйства Прокопий Романович Николаев. Прошу вас после рекламы присоединиться к нам. Дорогие радиослушатели и телезрители, мы работаем в прямом эфире, в эфире программы ГЕВАН. Вы можете к нам присоединиться по номерам телефонов прямого эфира 32 00 66, 32 11 66. Сегодня мы говорим про ольнеодство и традиционные отрасли производства. И в студии у нас Прокопий Романович Николаев, заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха и Якутия. Прокопий Романович, в первом блоке нашего разговора мы очень подробно и хорошо поговорили о тех задачах, которые ставятся перед ольнеодством, о том, какой год прошел, механизм поддержки ольнеодства. Вы очень доходчиво и основательно это все рассказали. У нас уже есть звонок. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и ваш вопрос. У меня вот такой вопрос. Вот. Община вот когда-то вот давали лицензию на 35 до 35 года. А вот когда, ну, община уже нету. Сейчас вот говорят лицензию другим не дают, которые вот тоже создали эвенки. Почему так не дают другие? Говорят, что... Лицензия на что? Можно уточниться? Ну, лицензия вот давали на охоту годия, вот эвенков, молотительным народам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, лицензия вообще, и когда получают лицензию, ну, квоту на рыбу, да, на охоту, она именная получается. Если юридического лица нету, руководителя уже нету, даже я знаю случаи, когда квота на рыбу, да, когда вылавляется руководитель, ну, умирает, тогда уже эта квота уже выставляется, уже не передается даже хозяйству отдельно. Если руководителя нету, то уже она отбирается и по-новому уже на охоту вставляется. Поэтому, наверное, по ходе тоже такая ситуация, тем более сейчас сказали, что она юридическое лицо поменялась здесь. И поэтому, ну, надо работать, наверное, с Министерством экологии, наверное, листового хозяйства, которое заведует этим делом, обращаясь туда, и, конечно, какое-то решение, наверное, перимет, наверное. Но я тоже записал этот вопрос, хорошо? Хорошо. Прокопий Арпанович, у нас долгое время после того, как крупные хозяйства были отменены, переведены на другую форму хозяйствования, был спад. Связываете ли вы этот спад с тем, что вот разукрупнение пошло, или это с чем-то другим, сезонный такой спад был? Ну, вообще, я человек такой, что по истории, если, да, там начали, наверное, 90-х годов, когда мы резко пошли на курс, здесь государство поменяло курс, да, свое развитие, частная собственность преликатива была, и когда мы совхозы разукрупняли, переводили на общины, на другие мелкие хозяйства. Ну, в то время, наверное, так и надо было, наверное, делать. Но сейчас надо по-настоящему, наверное, жить, наверное. Ну, здесь у нас тоже по-разному. Например, северо-западная часть нашей республики, да, это Оленёк, Аннабар, Булунские районы, у них основные хозяйства сохранили муниципальные унитарные припятия. Все они учатся, хозяйства, крупные там, на муниципальном уровне. Ну, это, наверное, сказывается за то, что оно все-таки относится к Алмазной провинции, наверное, и те районы. Район имеет возможность поддержать своих муниципальных припятий каким-то образом, собственно, за счет бюджета или за счет каких-то дивидендов алмазных, которые идут к ним. И, соответственно, они как бы сохранили в этом уровне. А Табаяна, например, аксельное общество, уже созданное на уровне района, глава Рабу Георгий Николаевич Натальмитин, глава Овсианского, он как бы сам хозяйственник, практик, и поэтому создал такое хорошее припятие, которое сейчас показывают передовые наши. Там очень хорошие изотехники, там составлены финансовые структуры припятия, механизмы, которые подходят с республиканским бюджетом, они правильно используют это тело. Они сейчас 27 тысяч оленей имеют. Это первые в республике район, которые создали такое припятие уникальное. Есть родовые офисы, которые кооперативы есть. Турбовый орган, например, Нижнеколымский. Он тоже хороший показатель. То есть, независимо от формы хозяйствования, главное, чтобы в человеке... Человек руководитель хороший был, и оленеводцы ответственные были бы, и от людей все зависит. А я думаю, что частное оленеводство это тоже дисциплинирует, и свое бережешь лучше. И ответственность лучше, да. Конечно, за свою судьбу припятия, за свои детей уже, а там больше ответственности. Прокопий Романович, у нас звонок в студии. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Ну, я хочу вопрос задать. Из Якутска. Задавать вопрос? Да, конечно, мы в прямом эфире. Алло. Да, да, мы вас слушаем. Так я им хочу задать. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Прокопий Романович готов выслушать ваш вопрос. Так, у меня вопрос такой. Вы можете отойти от радио и сразу говорить вопрос свой? А, все вопросы? Ну, там же уже задают вопрос. Нет, мы с вами в прямом эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Вопрос у меня такой. У нас в Якутии оленеводов не так уж много. Очень мало их. Почему людям, живущим в таких тяжелейших условиях, работающих в тяжелейших условиях, зарплату не сделают, чтобы она была приличная? А не 15-20 тысяч. Вот у меня такой вопрос. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. Ну, тут, наверное, о зарплате даже речи нет. Скорее всего, о субсидии, да? Не, ну, вопрос задает, чтобы зарплата достойна была для оленеводов. Ну, оленеводов у нас, как бы, отрасль должна прийти, но все равно это хозяйственные наши субъекты, да? Это не бюджетная сфера, это не бюджетные учреждения, это хозяйственные структуры, которые должны зарабатывать за себе доход, прибыль даже, можно сказать. Соответственно, на прибыли должны припяти работать. Но в данное время оленеводство в нашей республике находится в таком состоянии, что оно пока не окупаемо получается. Соответственно, поэтому выработана вот эта механизм поддержки, государственной поддержки. Она дает, эта государственная поддержка дает не все затраты, да? А вот затрат мы даем где-то 70% всего. От 70% от всех затрат, которые по технологии выпаса идет оленей. А остальное 30% там и рентабельность, и на прибыль работа, они припятие должны заработать сам. Вот самое главное то, что вот оленеводство должно, оно получает доход все равно. Оно выращивает оленей, соответственно, какой-то процент идет на забой, да? Должно идти за бой, и, соответственно, оттуда должны доходную часть получить те предприятия. И, соответственно, как больше получает предприятие, соответственно, он должен повышать фон оплаты труда, и, соответственно, выплачивать оленеводство на заработную плату. У нас сейчас заложена минимальная заработная плата туда, можно сказать, чтобы оленей выплатили. Выплатили. Но сейчас мы анализы делаем, да, по хозяйствам. Дано задание уже еще от прошлого года, дано задание, чтобы мы анализы проводили. И мы прошлый год уже сделали, и в этом году сделаем. И, соответственно, после этих двух годов анализа мы по себестоимости мы выведем и выйдем предложение высшестоящей организации, и, соответственно, предложение, чтобы все-таки наши ставки, которые вот зональные, да, тундровые, леса тундровые, горно-таежная, южная, таежная зона, вот, ставку на одного линия, как бы можно предложением выйти на правительство, чтобы все-таки увеличение пошло. Но мы должны это доказать, что, да, уже минимальная заработная плата, и по тем расходам, которые заложены, оно уже не, как бы, хозяйство не дополучает доходы, соответственно, не покрывает эти затраты. Хорошая аналитика нужна. Да, хорошая аналитика нужна. Это все, я в этом году отработал. Прокопий Романович, у нас вопрос. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте, вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте. Я хочу вот предыдущие товарищи поддержать, да. Оленевод, это не профессия, я считаю, а это уклад жизни. Уклад жизни северных народов, да. Это мы нарушаем, это. Например, Аллах, в Советском Верево было больше 30 тысяч оленей. Сейчас ни одного оленя нет. Надо же оленеводов уважать вообще, их надо беречь. Спасибо большое за такой патриотизм, за то, что вы поддерживаете. Ну, по поводу Аллахи, были варианты, возможности возрождения оленеводческих? Покупали, закупали, по-моему. Да, мы два раза делали уже те годы, да. Ну, неудачные, можно сказать, если мягко сказать. Но мы сейчас с районом конкретно работаем. Ну, надо сказать, что я куратор Аллаховского района. Для этого и куратором сделаем, наверное, чтобы все-таки этот вопрос оленеводческом районе решить. Поэтому мы с администрацией и главой работаем в этом направлении. Мы уже третий год Оленигорске уже проводим в агрошколе. Там создали бригаду молодых выпускников школы. Там наставника нашли, хорошая Трофимова Валерия. И там впервые в прошлом году, за 20-й год, администрация района, бюджете района заложила средства на материальную базу создания этого оленеводческого стада в Оленигорске. Ну, название само Оленигорск. Поэтому я всегда говорил, выезжал туда, оленин должно у вас быть. Соответственно, они заложили, материальную базу сделали. И сейчас в этом году мы уже с Нижнеколымского района, с Турваргена. Турварген у нас восстановил свое поголовье. И он имеет уже возможность продать оленей. Мы оттуда закупаем одно стадо, 1200 оленей. И мы будем перегонять осенью. Осенью перегон делаем. И в Оленигорске там уже материальная база есть. Молодые люди подготовлены. Уже за два года готовили их. Мы до этого им закупили немножко оленей, 80 оленей. От них сейчас осталось 47 оленей. Правда, но все равно они держат оленей. Уже два года держат оленей. Они научились держать оленей. От количества не зависит оленей. Это 80 оленей или 500 оленей. Но все равно уже не держат оленей. Уже научились. Поэтому сейчас мы закупаем туда. И сейчас буквально на днях зародилось хорошее... С прошлого года зародилось Усьянский. Хороший пилотный проект предлагает. Усьяны, я как сказал, у них оленей очень много. Они уже сейчас вырабатывают механизм, чтобы системно продавать своих оленей уже в другие районы. А вот в соседних, как правильно я сказал, на Еховский район, там оленей не было. И, соответственно, оленеводов нет. Там уже не стало. Соответственно, мы сейчас отправляем, нашли уже троих оленеводов, ну, будущих оленеводов, одну чумоработницу. И направляем сейчас весной туда Усьяну, на оленеводческое стадо. И они будут там год, полтора, если надо, необходимо, два года будут работать там у Усьяне, в оленеводческом стаде. Соответственно, все научится по-практически. И, соответственно, если они скажут, что готовы уже выпасти самостоятельно пойти, тогда мы уже их откалываем оленей, соответственно, и идут они в оленеводческие олены уже себя. Берелёхи. Это берелёхские уже. Берелёхский наследие уже этим занимается. Поэтому с двух сторон, как бы, оленеводческие проекты есть, мы будем работать без большого оленей. Я надеюсь, что олень вернётся в оленях. Да, оленях, оленях. Спасибо, Прокопий Романович. Мы уходим на небольшую рекламную паузу, встретимся после неё. Прокопий Романович, во втором блоке нашей программы было много вопросов по заработной плате. по тому, что надо возвращать оленя в те места, где сейчас утеряно оленеводство. Насколько метод поддержки оленеводства действенен правительством, правительство, которое поддерживает? Потому что это уклад жизни, это культурные ценности все охвачены, язык сохраняется, культура. Насколько действенны те... Вы, как член правительства, наверное, будете говорить, что это очень действенная программа. Но вот та программа, которая до 2016 года была принята, она оправдывает себя? Да, я считаю, оправдывает. Ну, вообще, уже сказали же даже зрители, что это уклад наших народов в северность. Поэтому вот эта поддержка, значит, поддержка в целях сохранения этого отрасли вообще направлена. В целях сохранения, в первую очередь, поголовье линей. Соответственно, если у нас олень есть, значит, и народ есть, и культура останется, соответственно. Поэтому вот такая механизм поддержки есть. И даже несмотря на то, извините, перебиваю, что это убыточное производство? Да, это убыточное пока в данное время. Но мы потихоньку должны выйти все-таки на товарность, потому что развитие пойдет, если мы получим от этого оленя продукцию очень хорошую, качественную, переработанную. Поэтому направление мы делаем, например, убойных составим сейчас интенсивно. Прокопий Романович, у нас очень активные слушатели, зрители. Вопросы поступает очень много по телефону. Ну и у нас вот сейчас звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Ага, да, говорите, ага, вы в прямом эфире сразу, хангар. Да-да, да-да, алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да-да. Браво, Ларун. Ага. Браво. Браво, Ларун. Ага. Ага. Браво. Я думаю, что это не так. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. И потом население Тополина не полностью получили вакцину. Вы по поводу... Тополина проведения. Спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, первый вопрос, да, Полинку, это моя родина. Лена Николаевна, это, да, учительница наша, учитель у нас. У нас муж Василий, руководитель комсомола Оленевского был. И мы с соседями жили. Ну, а то, что Оленеводство в Оленевском районе до 70-80-х годов Оленеводство было очень приподнятым, высоким, хорошим уровнем. Я считаю, что Оленеводство, когда специализация идет в районе, и когда все структуры района направлены на развитие именно этой вот росли, да, я когда проводил главой района, когда работал, я всегда призывал своих сородичей, чтобы все, даже мысленно, мы были направлены, все направлены на то, чтобы развитие Оленеводства было. Я когда принимал район в 2003 году, у нас оленей было меньше трех тысяч там, вообще мы даже думали, с того вопроса, что мы потеряем даже это вот в Оленевском районе. Потом мы взяли за это дело, и, соответственно, мы довели оленей, когда я уходил, ну, потерять-то за день, за два года, может, все потерять, да, а вот восстановить очень сложно было, за 10 лет я довел Оленеводства там до 6 тысяч, и сейчас это по голове сохраняется в этом районе пока. Оленевский район увеличить пока не удается, но все равно там династия, как бы сказать, династия Оленеводства сохранилась, там очень стабильные бригады работающие, сейчас тем, что в социально-экономическом положении Оленевский район подрос, можно сказать, финансово окреп, соответственно, они с прошлого года начали выплаты делать в своем районе дополнительным за счет своего же бюджета, за счет дивидендов алмазных, они очень хорошие выплаты делают, и, соответственно, потянулось туда, молодежь уже пошла, они в очередь стоят уже, чтобы работать Оленеводом, уже стало престижно, поэтому мы надеемся, что через вот это все мероприятие, которое проводится в районе, через 2-3 года все равно какие-то результаты у нас положительные будут в этом направлении. Обязательно. И по второму вопросу? И по второму вопросу, по Тополинам, да, там штаб работает, комиссия работает на районном уровне, мы сейчас буквально, людей, которые будут выезжать из города Якутска, наши гости с районов, мы буквально поспешно с ними работаем, поэтому те люди, которые поедут туда, будут вакцинированы или... Справку имеют. Или имеют справку, что они приболели или какие-то там что-то имеют. Не опасно. Поэтому это направление, да, не опасно. Мы в этом отношении будем работать. Хорошо. Есть звонок. Алло, говорите. Здравствуйте. Алло. Да-да, здравствуйте. Говорите. Добрый день. Слышно меня, да? Да, очень хорошо слышно. Это из города. Значит, у меня два вопроса. Первый вопрос – это сколько оленеводов? Сколько оленеводов? И второй вопрос – сколько кочевых семей? Потому что оленеводство – это уклад жизни, и прежде всего это сохранение родного языка. Вот два вопроса. Спасибо большое. Ну, у нас сейчас на 1 января 2021 года насчитывается 1295, если точнее быть, оленеводов. Из них 244 чумоработницы. Чумоработницы и 120 хозяйств у нас оленеводов занимаются в республике. Из них родовые общины где-то у нас 70-80. Но из них разные есть. Наши родовые общины – это кооперативы есть, которые большие, очень большие. Есть мелкие наши родовые общины, семейные, чисто, которые сами кочуют, можно сказать. И есть семьи, которые вообще некоммерческие родовые общины, которые даже не подпадают иногда, не предоставляют, в отпорах не участвуют. И, соответственно, государственную поддержку тоже не получают. Сами по себе есть. Поэтому разнообразие очень большого есть здесь у нас. А семьи, кочевые как поддерживаются? Ну, кочевая семья у нас отдельный закон есть. И, соответственно, у нас Министерство социальной защиты и труда этим вопросом занимается. Сейчас образована межведомственная комиссия, чтобы вот этот закон у нас полностью заработал. И мы вносим всем министерствам, министерствам Арктики, министерствам сельскохозяйства, министерствам молодежи, вносим свои предложения, чтобы этот закон в полной мере заработал. И, конечно, наши депутаты Ирина Хвистововна нас контролирует. Хорошо. Да. У нас еще один звонок. Алло. 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 Здравствуйте. Ага. Ага. Баран вопрос. Ничего. Поэтому, когда уже смена юридического лица идет, что там правоприемности нет. Здесь четко надо сказать. То есть правоприемник не может воспользоваться этой лицензией, надо по-новому оформлять. Тем более, смена юридического лица идет. Да, если нет общины уже. Алина, по новой вам придется все документы новой общины собирать и участвовать в аксулане, да? Прокопий Романович, мы так сегодня хорошо поговорили об оленеводах, о оленеводстве, получили много вопросов. Люди очень интересуются. И главное, конечно, это стимулирование, чтобы молодежь шла. Я очень радуюсь, что в Оленевском районе это хорошо уже разработали. В других районах, я знаю, идет небольшое увеличение возможности спать, поэтому везде моратории на забой. В таком случае у них же нет прибыли, естественно, они не могут набирать новых людей. Как вот, допустим, хозяйство, которое потеряло линей, они могут купить или приобрести через Министерство сельского хозяйства поголовье определенное какое-нибудь? Вы говорили о том, что в Аллаиху разработали какой-то механизм, договор сделали, и они получили. Ну, основной упор мы сейчас делаем те лусы, которые у нас как бы белым пятном находятся. Это арктистская зона, это Аллаиховский район. Мы в этом году, я уже сказал, с двух сторон там заходим, в Калдымск и Усуяны там будем подпитывать этот район. У нас район стоит Абыйский район, у нас тоже традиционно оленеводческий был район. Нам сейчас почти поглою нету, и мы там намерены тоже с Усуяны подпитать этот район. В Верхоянске мы в прошлом году подпитали. Поэтому вот где вот есть, и главное, есть желание руководства района, и есть люди непосредственно, люди, которые непосредственно будут работать, у кого в глазах огонь есть, что он фанатически преданный человек, что я буду возрождать это линейство. Вот с ними мы работаем. Спасибо большое. То есть мы смело могут прийти к вам в министерство сельского хозяйства? И молодым оленеводам, решение Амитархана же есть у нас. 11 оленеводов у нас в прошлом году получили. В этом году мы увеличиваем не только арктистские зоны будут, но и с той республики уже остальные. Спасибо большое. Спасибо, Прокопий Романович, уважаемые радиослушатели, телезрители. Мы с вами прощаемся. До следующей встречи в эфире. До свидания.